добрый день как вы знаете на любую тему вообще на любом вот на все что угодно есть три точки зрения одни люди с восхищением положительно относятся предмету обсуждаемые другие люди категорически против или крайне негативно относится к обсуждаемому предмету а третьи люди просто у них и имеют они нейтральную позицию мое имя артем черков я являюсь платиновым дистрибьютором компании фай и сегодня я хочу поговорить о таком вопросе работает продукт компании фай или он не работает скажу вам честно что продукт работает я сам лично являюсь клиентом компании уже полтора года я сам лично на своем автомобиле использую этот продукт за вот эти полтора года пока я являюсь клиентом и занимаясь бизнесом компании фай лично подписал в этот бизнес 130 человек это значит что каждый из этих людей точно так же как и я является не просто партнером компании но имея свой автомобиль личный да этот человек является клиентом компании но я столкнулся с таким моментом что в интернете бродит какая-то информация что якобы продукт не работает с одной стороны эту информацию стараются закинуть конкуренты которые пытаются продвигать свой какой-то там непонятный продукт якобы имеющие какое-то отношение к биокатализатором сгорания топлива с другой стороны это партнеры которые не разобравшись не использовав правильно продукт применив его неправильно на своем автомобиле они просто не увидели результат то есть они говорят то есть они просто говорят что он не работает и вот это конкретное видео я пишу для того чтобы вы как мой партнер партнер моей команды как вообще человек который занимается бизнесом в фифа и могли это видео использовать для себя какой я момент еще хочу очень важно объяснить вот смотрите за полтора года я подписал лично 130 человек если я потратил на каждого человека пускай запуская его в бизнес объясняя ему как правильно все нужно сделать на старте да то есть вот перед тем как начать пользоваться продуктом и при использовании продукта то есть я тратил на каждого человека минимум 30 минут чтобы ему все объяснить то есть мы грубо говоря умножаем это на 30 минут и получаем и получаем что я потратил за эти полтора года 3000 3900 минут вы представляете сколько это времени то есть это поделим на 60 и получим как минимум 65 часов на то чтобы одно и то же повторять как минимум 65 часов то есть минимум трое суток вот за эти полтора года я просто слил на одну на одну и тут на одно и то же действие которое в принципе можно решить одиннажды записав вот такое видео обращение которое можно будет подписав человека передать и этот человек посмотрев этот ролик будет четко понимать для себя ответы на все основные и важные вопросы для него вы экономите время я экономлю время ваш партнер правильно запускается в этот бизнес правильно начинает клиент правильно начинает пользоваться продуктом и всем вроде бы как хорошо то есть человек получает свой результат тот о котором он так и мечта то тот о котором он мечтает да партнер получает довольного клиента либо довольного партнера который получил личные результаты этот человек вот получив этот результат воодушевляется начинает действовать но вы должны понять что я не могу всю информацию да вот весь свой опыт который я накопил за эти полтора года я очень много людей запустил на этот продукт на применение этого продукта я просто не могу это все уместить в 10 минут кратенько до или в пять минут кратенько поэтому вот это видео оно будет длинным может я не честно вот я пока даже не предполагаю насколько длинным оно будет оно может быть даже два часа но суть этого видео одним видео раз и навсегда решить конкретно вот этот вопрос именно применение продукта дозировки когда что использовать я буду рассказывать какие-то истории из моей практики из практики моих партнеров чтобы они были наглядными и показывали как же как же все таки срабатывает продукт как делать так чтобы все было как надо чтобы вообще было классно потому что естественно для меня как для человека продвигающего этот продукт на рынок очень важно чтобы каждый мой партнер чтобы каждый клиент который купил продукт получил свой результат ну и и для каждого партнера и для каждого клиента понятно что он инвестировал деньги да он купил что-то он купил продукт и разумно требовать результат который он хоть который был заявлен на этикетке до при покупке продукта это разумно и поэтому давайте мы сейчас все с вами по порядку обсудим поговорим но будут будет много цифр будет много нюансов и поэтому я вам рекомендую сейчас поставьте паузу возьмите в руки листок или тетрадку и ручку и записывайте потому что то что я буду давать в текстовом формате если вы для себя вы видите выведите варианта рукописный то это вам будет подсказкой когда что и как делать и тогда вы уже будете четко четко все это понимать это у вас хорошо отложится в памяти в любом случае вы в любое время можете вернуться к повторному просмотру этого видео но тем не менее как бы лучше все-таки записать потому что включается другое пару полушария мозга и информация лучше воспринимается просто давайте начнем с самого первого и самого важного начнем с самого важного значит давайте поймем вообще какие то есть если мы если мы хотим получить экономию то есть вот есть конкретный продукт да например mpg boost жидкий биокатализатор или например есть тот же самый биокатализатор только в другой внешней форме вот он mpg cramps это гранулированный продукт чуть-чуть гранулы меньше чем кофе или есть тот же самый продукт биокатализатор только вот в такой таблетированные форме то есть три внешних формы одного и того же продукта у них одна конкретная задача делать так чтобы топлива в камере двигателей внутреннего сгорания не важно на чем они ездят на бензине на дизеле или на газу продукт можно использовать только с пропан бутаном с метаном продукт не работает так вот чтобы на бензине на дизеле и на газу топлива которое сейчас по факту не сгорает полностью в камере чтобы оно сгорало полностью то есть продукт не меняет характеристик топлива некоторые партнеры вот особенно новички начинают бродить по интернету и находят там ролик каких-то знаете новосибирских новосибирских сейчас я вам скажу кто они репортеров репортеров с какого-то канала якобы там были проведены исследования эти исследования показали что характеристик топлива не меняется то есть во всяком случае ученые которые в новосибирске провели это исследование сказали что как минимум плохо вашему двигателю не будет и кто-то с негативом воспринимает этот ролик говорит вот же смотри какой ролик так это ж классно это подтверждает то о чем говорится на каждом тест-драйве в прямом эфире о том что продукт не меняет характеристик топлива он не изменяет октановых показателей его и у него принцип работы совершенно другой это не химическая присадка если взять и добавить химическую присадку то мы повышаем октан то мы повышаем октан но добавляя этот продукт добавляя этот продукт топлива для него служит транспортным средством непосредственно в камеру сгорания где она и начинает работать то есть образуется какая-то каталитическая пленка и благодаря вот этой каталитической пленки то топлива которое в камере не сгорала полностью вот это как раз таки ни для кого не секрет что в двигателях внутреннего сгорания топлива сгорает на 70 максимум там 80 процентов остальное все вылетает в трубу специально для этого после когда открывается выпускной клапан и вылетает вот эта смесь не не догоревшая до поставят катализаторы нейтрализаторы да то есть они специально созданы для того чтобы дожигать топлива но они также выходят из строя то есть топлива не сгорая полностью из-за своего низкого качества в том числе она делает так что раз есть нагар в камере раз есть нагар на форсунках на свечах и на всех вот этих моментах да на колечках которые на поршни то этот же нагар забивает вот этот катализатор и ни для кого не секрет что там 5-7 лет машина начинает там всякие лямбда зонды барахлить как раз таки вот на этом катализаторе начинает яйцами пахнуть дают тухлыми и человек просто едет на из того ему просто выкрашивают этот катализатор и что происходит после этого момента машина никогда в жизни не может пройти то то есть она просто под своим техническим нормам в плане вредных выбросов в атмосферу больше не имеет права в принципе эксплуатироваться по закону понимаете да есть такой закон что вредные выбросы в атмосферу из автомобиля не должны превышать и стоят цифры нормы для каждого автомобиля свои для бензиновых для дизельных и так далее так вот даже новые машины многие нормы не проходят а вот этот продукт делает так что топливо сгорая полностью в камере там где ему и положено сгорать то есть камера внутреннего сгорания в двигателях она для того и создана чтобы там сгорала полностью топлива но она там не сгорает она сгорает догорает в других местах там где этому не положено происходить и поэтому давайте возьмем но мы по сути изначально основная масса конечно же говорит вот экология мне в принципе на это мне это не важно там что экология я вот один час не буду за моя машина у одного не будет загрязнять вокруг меня сотни машин которые загрязняют мне это не важно я иду конкретно мне нужна экономия хорошо разумно получить экономию вот применение продукта то есть за счет того что топливо полностью начинает сгорать появляется экономия вы можете экономить 15 20 25 30 процентов реально можете потому что люди экономят уже продукт вот этот компания и фуфай на рынке семь лет и этот продукт применяет людям в более чем 200 странах на протяжении семи лет в странах снг четыре года я лично пользуюсь полтора года продуктом ко мне сейчас бизнес приходят люди которые великобритании четыре года использовали продукт были клиентами но сейчас у них переезжая в россию они уже себе заранее готовили почву и уже за из начинали этот бизнес переезжали в россию и живут здесь в россии занимаются бизнесом и они пользуются продуктом уже давным-давно то есть это ни для кого не секрет огромное количество людей его используют и интернет просто перезавален положительными отзыве отзывами но наряду с ними где-то проскакивают какие-то моменты что якобы нет результата вот я использовал продукты у меня результата нету и это может быть обусловлено рядом причин поэтому давайте попробуем во всех этих причинах сейчас детально разобраться и задачи есть вполне конкретно и после просмотра этого ролика чтобы у вас сложилась в голове четкая картинка того как вам пользоваться продуктом и что вам конкретно нужно делать чтобы вы получили свой личный результат начнем уже 12 минут проговорил но я думаю в такое вводное вступление оно было очень тоже важным значит смотрите в первую очередь давайте прикинем какие факторы могут влиять на расход топлива ну раз мы хотим замерять экономию нам нужна экономия давайте посчитаем какие факторы прикинем какие факторы могут влиять именно на экономию топлива ну первый такой и фактор наверное это само топливо до которые нам продают на заправках это первый основной такой фактор да мы можем его записать топливо когда мы вставляем бак пистолетов в свой автомобиль в свой бензобак и идем оплачивать кто из вас когда-либо брал какие какие-то экспертизы основная масса из нас не знает что мы заливаем свой бак мы просто этого не знаем и этим пользуется естественно владельцы автозаправок естественно они этим пользуются автозаправки это их бизнес это их бизнес который должен приносить им деньги они в любом случае как бы мы этого не хотели они будут пытаться уменьшить свои издержки до какие-то затраты и чтобы увеличить прибыль то есть бизнес для того и создан чтобы делать прибыль и не для чего другого бизнес не создан для того чтобы быть благотворительным там у робин гудом на бизнес делаю для того чтобы зарабатывать деньги и это четко надо понимать поэтому пытаться найти друга в виде владельца заправки там виде в виде заправки вот заправка это мой друг да тут написано что супер классное топливо и значит она так и есть это не разумно по меньшей степени как бы так к этому относиться а если же мы никогда не брали сертификатов плюс мы тоже знаем вот мы можем подъехать на заправку попросить сертификат нам его предоставят можно ли этот сертификат считать ну фактом да что вот мне показали сертификат что такое 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 топлива а может ли она соответствовать тому топливу которое попадает в мой бак тоже спорный вопрос потому что мы четко понимаем особенно в странах снг как у нас все делается на бумаге одно а по факту совсем другое и поэтому это тоже момент надо учитывать то есть качество топлива это один из факторов влияющий на расход следующий фактор влияющий на расход это режим езды то есть кто-то просто летает как пуля да там у с постоянно резко ускоряется быстро тормозится резко ускоряется быстро тормозится там с кем-то зарубился со светофора там где-то что-то захотел полихачить да то есть режим вождения а кто-то плавно медленно ездит то есть аккуратно до соблюдая все знаки и так далее то есть этот момент тоже надо учитывать следующий нюанс место где мы ездим да то есть имеется ввиду город межгород или город трасса или смешанный режим то есть это тоже такой очень важный момент следующий нюанс который может влиять на расход нашего топлива ну представьте вот у меня в баке 50 литров я заливаю 50 литров летом у меня будет один расход потому что я не прогреваю автомобиль в принципе да зимой у меня будет совершенно другой расход потому что во первых прежде чем куда-то поехать я трачу 15-20 минут на то чтобы машина прогрелась а у многих даже сейчас стоит на автомате да на брелке чтоб там при понижении температуры до определенного уровня машина заводилась какое-то время работала то есть тратится много топлива на прогревку а естественно а мы смотрим конечный результат то есть мы заливаем тот же самый 50 литровый бак условно да мы тратим много литров на прогревку а в итоге у нас конечный расход получается там и и 15 и 20 да при том что летом у нас расход там был 11 10 то есть понимаете в чем суть да но по факту топлива то потрачено и потрачено не на то чтобы проехать километра не на то чтобы километры какие-то проехать а но потрачено просто на прогревку следующий фактор влияющий на расход топлива это ну как говорят накачка шин да то есть шины должны быть накачены правильно везде равномерно то есть есть смысл заехать проверить это если вы этого давно не делали особенно сейчас зимой перепад температур если вы после лета не делали подкачку шин то и и есть смысл сделать просто для того чтобы у вас машина была в нормальном состоянии в техническом идем дальше следующий фактор включен выключен включена печка выключена печка включен кондиционер выключен кондиционер Открытые окна, форточки, закрытые окна. То есть, на самом деле, таким образом мы понимаем, что есть масса... А, еще один важный момент, я забыл сказать. Есть еще один фактор, влияющий на расход топлива. Это недоливки на заправках. Вы удивлены? Я был тоже удивлен, но я об этом узнал, только занимаясь бизнесом в компании FFI. И только я об этом узнал через год. Я раньше даже не предполагал, что такое может быть. Мне даже в голову это не могло взбрести, что оказывается, может быть такое, что я, подъезжая на заправку, вставляя пистолет в бак, оплачивая 50 литров, в бак могу в свой получить литров 48, 47, 45. То есть, по факту я оплачиваю одно количество литров, а заливает мне совсем другое количество литров. Естественно, в меньшую сторону. Для чего это сделано? Да потому что владельцы заправок хотят зарабатывать деньги. Это их бизнес. И мы это должны понимать. И мы должны это учитывать. И если мы с вами сейчас уже набросали на вскидку порядка 7 факторов, которые влияют на расход топлива, то мы должны понимать, а как же нам все-таки делать правильные замеры? Вот вопрос, да, возникает такой. То есть, если вы хотите получить экономию топлива, если вы хотите увидеть реально работу продукта, то вам придется просто-напросто провести свой личный эксперимент. А если вы проводите свой личный эксперимент, то в нем должны быть заложены определенные условия. И эти условия соблюдать вы должны. Потому что это эксперимент. Но основная масса людей не получает результата от применения такого классного продукта по одной единственной причине. Люди, начиная пользоваться продуктом, ошибочно думали о своем... Ну, они заблуждались по поводу своего расхода. То есть, они думали, что у них такой расход, но по факту он был совершенно другой. Они просто фактически не знали своего расхода. Они не делали никаких замеров конкретных. Они не делали никакого конкретного эксперимента. Они просто начинали пользоваться продуктом. И вот эти все результаты, которые в итоге получаются, в том числе и положительные, это может быть заблуждение. Поэтому, если начинать пользоваться продуктом, то к этому надо подходить с полной ответственностью, с полной серьезностью и делать конкретный эксперимент каждому, каждому человеку, кто начал пользоваться этим продуктом. Просто он обязан это сделать для того, чтобы увидеть результат от работы продукта. Вопрос. Если я вам сейчас объясняю такие простые истины, как вам нужно сделать так, чтобы получить свой личный результат, что вам конкретно нужно сделать, то есть, я вам конкретно говорю, что вы сделаете эксперимент, протестируете продукт. И я не боюсь этого. Это ведь, наверное, не просто так я делаю. Наверное, я уверен на 100% в продукте. А я в нем уверен, потому что я полтора года лично его использую. Дело в том, что я с эксперимента начинал. Потому что я понимал, что куча факторов влияет на расход топлива. Я понимал, что это так. И поэтому я понимал, что надо конкретно, если браться, если я хочу это увидеть, то мне нужно это все сделать. Потому что кроме меня на моем автомобиле этого сделать никто не сможет. Вот просто. Ну, никто на моем автомобиле не сможет этого сделать. Потому что кроме меня на моем автомобиле никто не ездит. Вообще. Итак, мы плавно перешли к тому моменту, как правильно сделать замеры по расходу топлива. Сразу же вам скажу, что если вы считаете, что ваш компьютер показывает правильный расход топлива, то в большинстве случаев это не так. Компьютер врет. В большинстве случаев компьютер врет. И вы это должны понимать. То есть компьютеру доверять вообще нельзя. Это первое. Второе. Расскажу вам историю. Значит, у меня есть друг. У него был автомобиль ВАЗ-2109. Там 40-литровый бак. И он использовал продукт MPG Cubs. Проехал 800 километров на этом 40-литровом баке. Естественно, он раньше не проезжал никогда на этом баке более чем 500 километров. Он это просто знает, что он заливает по горло, не больше 500. То есть от Тюмени до Ханты-Мансийска доехать. Ему вот... Он заправлялся там определенное количество раз. То есть у него была определенная там трасса. Но в его случае просто продукт быстро сработал. С первого же бака. Но это происходит не у всех. Я сейчас буду и об этом говорить. Почему не у всех продукт срабатывает именно быстро. Так вот, он проехал 800 километров на вот этом 40-литровом баке. Он просто был в шоке. То есть это явная работа продукта. Он это увидел. Но чуть-чуть через какое-то время он купил себе Mitsubishi Pajero Sport дизельный. И он обратился ко мне. Сказал, Тёмный, дай пожалуйста мне продукт там для дизеля, чтобы я мог экономить. Мне нужна еще чистка системы. И я ему задал такой конкретный вопрос. Я же понимаю, что если он начинает пользоваться продуктом, ему как клиенту очень важно видеть личный результат. Очень важно ему видеть личный результат, чтобы у него была вера в этот продукт. И поэтому я естественно задал ему такой вопрос. А ты знаешь, какой у тебя расход топлива на этом автомобиле? Он говорит, конечно знаю, где-то 6-7 литров. Стоп, сказал я ему. Подожди, 6-7 литров. Так 6 или 7. Между 6 и 7 литрами это уже больше 10% разбега. Ты хочешь пользоваться продуктом, чтобы получать 10, 15, 20, 30% экономии. При этом ты не знаешь точного своего расхода. Где-то 6-7. Это разница больше, чем 10%. Уже. Я говорю, поступи следующим образом. Сделай замер. Правильный замер. Как спросил он мне это сделать? Это был правильный вопрос. Как сделать правильный замер? Правильный замер вы можете сделать только одним единственным способом. И никаким другим более. Вообще никакой другой способ не покажет вам правильного замера. Один единственный правильный способ это перед началом эксперимента естественно заехать на заправку. Желательно где-то в начале вот на выезде из города перед трассой заехать на заправку залить по самое горло бензин, дизель, неважно или там баллон с газом заправить прямо по самое горло чтобы вы прям видели, что вот оно топливо вот оно выливается вот прям по самое горло закрыть крышку и проехать 50 километров в одну сторону по трассе в спокойном режиме без резких каких-то рывков то есть вы уже по сути начинаете делать эксперимент да, чувствуете без каких-то резких рывков без диких ускорений там резких торможений то есть набрали крейсерскую скорость 80-90 километров плавненько и прошли этот участок 50 километров в одну сторону развернулись у вас для этого есть суточный счетчик пробега вы его предварительно после заправки обнулили и обратно 50 километров на тот же самый пистолет на ту же самую заправку и тогда у вас будет расстояние 100 километров вы будете его видеть на суточном счетчике пробега да и вы вставив пистолет заправив прям опять же по самое горло вы увидите сколько литров вошло в ваш бак вот это в принципе для вас и будет точным показателем того какой у вас расход топлива вы никогда не сможете замерить расход топлива в городе потому что влияют пробки прогревки светофоры то есть постоянные остановки как бы ускорения то есть вы не сможете замерить расход вашего топлива в городе вы можете даже не пытаться этого делать да и не надо вам этого и теперь мы мы поняли теперь да как делать правильный замер компьютеру мы не доверяем в городе мы расход топлива не замеряем Потому что масса факторов влияющих на то, чтобы он был плавающий в каких-то диапазонах А нам нужна четкая цифра Так вот эту четкую цифру мы можем получить только по трассе В спокойном режиме Но когда вы по трассе поедете Надо обязательно для себя выбрать какое-то условие И еще важный момент Кондиционер включен или выключен Печка включена или выключена Свет ближних фар включен или выключен То есть форточки закрыты или открыты То есть создать максимальную частоту эксперимента И это только вы можете сделать Это больше никто другой не может сделать С замером расхода топлива через историю вам понятно Так вот мой друг сделал такой замер Он проехал 150 километров То есть 75 туда, 75 обратно Подъехал обратно на заправку на эту И знаете он мне позвонил и сказал такую фразу Тём я в общем прокатился 150 километров Залил по горло опять дизеля Ты знаешь сколько у меня влезло в бак Я говорю сколько Он ответил мне 15 литров Я говорю вот смотри ты проехал 150 километров У тебя расход 15 литров Ты залил 15 литров Вопрос Где тут 6-7 Он говорит ну да чистая десятка на сотню Вот вам и момент Важный Это важный ключевой момент Основная масса людей не знает расхода своего автомобиля Основная масса людей не знает расхода своего автомобиля Почти все не знают расход своего автомобиля и когда начинают пользоваться продуктом, вот тот расход, который они думают, что у них такой расход, но это не является действительным. Это может совпадать в каком-то количестве случаев, но это в основной массе, это не будет фактом, это будет заблуждением, вот тот расход, который думает владелец, что у него машина столько потребляет топлива. Так вот, сделав замер, человек конкретно видит, вот давайте на примере вот этого Mitsubishi Pajero Sport обсудим. То есть мой друг Женя, как хозяин вот этого Mitsubishi Pajero Sport, думал, что у него расход 6-7 литров на сотню. Если бы он не сделал этот замер и не увидел, что реальный расход по трассе в плавном режиме для него 10 литров на сотню, и начал бы пользоваться продуктом, и продукт бы ему дал... Что-то прервалось, извиняюсь. Итак, что бы было бы с моим другом, я вернусь к мысли, да, потому что я не понял, когда пауза поставилась. То есть он бы думал, что ага, у меня расход на машине 6-7, он бы начал пользоваться продуктом, и представьте, да, а фактически у него расход десятка, но он этого не знает, он думает, что расход 6-7. Он начал пользоваться продуктом, он получил бы 30% экономии, представьте, да, классный результат дал продукт. И он бы, поймите, он бы начал делать замеры только с начала использования продукта. И он бы получил результат 30%, то есть он бы увидел расход 7 литров. Что бы он сказал по поводу работы продукта? Конечно бы он сказал, что продукт не работает, хотя по факту продукт ему дал 30%, я извиняюсь. Видите, я пишу видео, перезвоню. Идем дальше. Вот, кстати, звонил мой партнер, у которого 4 автомобиля. 2 Газели, Mitsubishi, Nissan Pathfinder и BMW 5 у сына. Вот я сейчас как раз таки, и у него тоже очень интересная история. И благодаря вот этому партнеру я тоже много чего узнал о наших продуктах интересного. Мы сейчас еще это будем с вами обсуждать. Так вот, идем дальше. А если бы, например, продукт ему дал не 30% экономии, а всего лишь 20%, допустим. То он бы, думая, что у него расход 6-7 литров, начав применить продукт, получив, начав делать замеры только с этого момента, получил бы результат 8 литров на сотню. Что бы он подумал о продукте? Тема, продукт не работает. Он даже больше того дает перерасход. У меня машина раньше кушала 6-7, теперь 8. Вы понимаете важность первичных замеров? Вот теперь, вот на этом примере, я думаю, просто, я не знаю, если, услышав этот пример, до кого-то не дойдет важность эксперимента, который нужно поставить самому. И этот эксперимент должен быть сделан в точности, как я вам говорю. То тогда, если вы это не делаете, то тогда, а для чего вообще начинать пользоваться продуктом? Ведь это классно знать, сколько у вас расходует автомобиль. Это ведь классно понимать, сколько вы топлива, денег тратите на топливо ежегодно, там раз в квартал, раз в полгода, раз в год. Это же классно понимать, сколько вы расходуете. Это очень на самом деле хорошо, это для семейного бюджета огромный плюс. У каждого из нас есть семьи, у каждого из нас есть семейный бюджет, у многих он ограничен по возможностям. И не учитывать такую существенную статью затрат в семейном бюджете, это просто глупо. Я вам скажу так, если у вас вы расходуете в неделю 40-50 литров, то в год вы расходуете в районе 2500 литров топлива. Если вы будете, используя этот продукт, получать 20% экономии, то вы будете экономить как минимум 600 долларов. Ваш семейный бюджет это в районе 20 тысяч рублей. А основная масса семей в данный момент времени, основная масса семей, муж работает, жена работает. У одного зарплата 15-20, у одного зарплата 15-20. Так вот ваш автомобиль при использовании продукта, он вам может экономить одну зарплату. То есть мужу или жене один месяц работать. То есть получается, что муж или жена, имея зарплату в 20 тысяч долларов, просто месяц работает на топливо. А эти деньги можно сохранить в семейный бюджет. Вот важность вот этих замеров. Почему к этому важно отнестись крайне серьезно. Идем дальше. По поводу замеров мы поняли. Теперь вернусь немножко к самому началу ролика. Я сказал, что на любую точку зрения есть три позиции. Положительная, крайне положительная, восхищение и так далее. Отрицательная, крайне отрицательная, вплоть до очень серьезного негатива. И нейтральная точка зрения. И вот это видео, которое поможет всем людям начать правильно использовать продукт. Оно, естественно, будет склонять большое количество людей именно к позитивной точке зрения. Почему важно, чтобы огромное количество людей склонилось в положительную точку зрения к этому продукту. Позитивно стали к нему относиться, серьезно стали начинать делать замеры, понимать, как кушает их автомобиль, какой расход. Все эти прочие моменты. Это важно для каждого потребителя, потому что это экономия семейного бюджета. Это важно для каждого человека, кто пользуется продуктом, чтобы он видел реальную экономию. Чтобы он реально видел работу продукта. И не забывайте еще такой важный момент. Экология. Экология. То есть машина становится экологически чистой, без какого-либо переоборудования. Неважно, есть у вас катализатор в автомобиле или его нет, уже давно выкрашен. Вредные выбросы автомобилю равны почти нулю. То есть они очень близко к нулю. То есть машина без катализатора, старая, древняя, ушатанная, там 15-20 летняя. Она легко пройдет любое ТО, используя этот продукт. Легко пройдет ТО, то есть будут вставлять газоанализатор в выхлопную трубу. И у людей, кто делает эти замеры, глаза на лоб будут лезть. И они будут вас спрашивать, вы что на воздухе ездите, на водороде. Опять же, если большое количество людей будет пользоваться этим продуктом, то в наших городах воздух чище станет. Мы сами с вами себя убиваем. Мы это должны понимать. Вот какая важность продукта, какая серьезная миссия. Плюс сколько смертей, сколько людей поугарало в своих гаражах. Заехали в гараж, завели машину, уснули, ворота закрыты. Этим углекислым газом напитался гараж. Человек задохнулся, просто умер, угорел. Так вот, если бы этот человек пользовался продуктом, то он бы не угорел, ничего бы с ними случилось. Просто из трубы воздух чисто идет. Поймите, насколько это важно для нас, для всех с вами, для людей, для планеты, для человечества в целом. Это очень важно. Поймите, что никто, кроме нас, я за себя должен нести ответственность, вы должны нести ответственность за себя. Купил автомобиль, не гать. Не надо этого делать. Используй продукт. Плюс этот продукт защищает нас от некачественного топлива, которое нам бодяжит. Есть официальная же масса источников, что в Украине в районе 90% суррогата продается на заправках. В России в районе 25%. И это только официальные цифры, а не официально сколько. Нету качественного топлива в России. Нету, его просто нету, качественного топлива. Если вы думаете, что у вас гарантийный автомобиль, я тут недавно общался с одним спецом, и он говорит, Тёма, подожди. Я говорю, есть такие люди, я ему говорю, что есть такие люди, у которых машина на гарантии. И они говорят, вот я не буду пользоваться продуктом, потому что у меня машина на гарантии. И типа, как бы, мне это не надо. Он говорит, Артём, проснись. Японцы, Toyota, Honda и все остальные концерны, они в договорах, вы посмотрите свои гарантийные договоры, там чёрным по белому прописано, что если у автомобиля неполадка с топливной системой, и проблема этому будет некачественного топлива, то это не считается гарантийным случаем. Вам никто не будет ремонтировать автомобиль по гарантии, а проблему они выявят очень быстро. Если у нас в России нет качественного топлива, то ваша машина, крякнув по этой причине, вы приезжаете со своей гарантией на эту станцию технического обслуживания. В первую очередь, они возьмут замер топлива, возьмут топливо из бака, проведут экспертизу. Оно, безусловно, не будет соответствовать нормам, и тогда вам просто скажут, извините, вот он пункт договора, топливо некачественное, а если поломка автомобиля в связи с некачественным топливом, то мы вам ремонтировать по гарантии ничего не будем. Проснитесь, вы думаете, что они дураки, что ли? Они всё давным-давно это прекрасно знают, и всё давным-давно прекрасно понимают. А вот этот продукт защищает людей от некачественного топлива, потому что он делает так, что в камере, в камере, всё вот это дерьмо, которое попадается, которое может нам попасться в бак на заправках, оно сгорает. Вот и всё. Больше ничего продукт не делает, он не меняет характеристик топлива, он помогает ему сгорать полностью в камере. Какая разница, какой там химический состав, говорят, на основе рапса. То есть биокатализатор. Биокатализатор. Это то же самое, что я не буду пить Кока-Колу, пока я не узнаю его химического состава. До миллиарда людей пьют Кока-Колу, не зная, какой в ней состав. При этом, визуально видя кучу экспериментов, как заливают эту Кока-Колу в чайники и чистят их от налёта, или там ещё куча всяких этих экспериментов, и пьют, и ничего. А здесь, видите ли, мне важно знать, из чего состоит этот продукт. Да какая разница, огромное количество людей уже используют этот продукт. Главное, что он работает. Главное, что надо правильно начать его применять, чтобы получать правильный результат. Теперь давайте, мы с вами поняли, о важности этого продукта для большого количества людей. Мы поняли, как правильно делать замер, первичный замер своего расхода топлива на автомобиле, прежде чем пользоваться продуктом. Мы поняли, какие факторы влияют на качество топлива. Я уверен, что я многое пропустил. Я не специалист. В принципе, я просто высказываю свою позицию, исходя из полуторалетнего опыта, работы в компании FFI, и продвижения продукта, вот именно по, который, биокатализатора на рынок. Вот я просто высказываю свою точку зрения, и по большому счету, это видео вообще ни в коем образом не сделано для привлечения новых людей в мой бизнес, или в бизнес любого другого человека, который разместит это видео на своем канале. Это видео сделано, в первую очередь, для партнеров, для тех, кто уже зарегистрировался, чтобы человек, только зарегистрировавшись, мог не тратить, во-первых, я как партнер мог не тратить свое время на то, чтобы это 550 раз объяснять, потому что я еще буду не одну сотню людей подписывать, я хочу экономить свое время, в том числе. И чтобы мои партнеры, новички, которые не имеют вот такого багажа опыта, то есть 130 лично подписанных людей, полтора года работы с этим продуктом и в этом бизнесе, чтобы эти люди могли использовать мой опыт для своего, для себя с пользой, то есть экономить свое время, то есть представьте, у меня организация 4000 человек, вот в данный момент за полтора года разрослась, то есть 4000 человек людей, которые заключили контракт с компанией, которые стали клиентами компании, это люди, которые пользуются продуктом и люди, которые продвигают этот бизнес. Если я один за полтора года потратил там порядка трех суток, на то, чтобы только вот то, что я вам сейчас рассказываю, рассказывай, а то и больше, кстати, я думаю, что больше во много раз, потому что я давал консультации не только своим личным партнерам, но и еще партнерам с параллельных организаций, еще партнером моих партнеров, моих-моих-моих партнеров, то есть людей в глубине, то есть вы это четко должны понимать, то есть представьте, сколько вообще в целом времени будет сэкономлено. 4000 человек умножаем на трое суток, и мы можем понять, сколько вообще времени для моей организации в целом это сэкономит. Именно вот это видео, объясняющее все нюансы и детали. Я просто в этом на 100% уверен. Теперь переходим к тому, как пользоваться продуктом, каким продуктом пользоваться, что еще нужно делать. Если мы понимаем важность, если мы понимаем, что есть три точки зрения, положительная, отрицательная и нейтральная, то чтобы склонить людей, большее количество людей к положительной точке зрения, это важно для человечества, потому что автомобили вообще засрали всю атмосферу в городах. Мы этим дышим, мы сами из-за этого болеем, наши дети этим дышат, и уже пора серьезно за это взяться. Есть такие конституции, которые нарушают люди, кто не пользуется этим продуктом. Я на моем канале YouTube, напишите в поиске Артем Черков, найдите мой канал, посмотрите, там есть ролик, лохотрон FFI или Конституция Российской Федерации. Кто нарушает? Вот там я четко уже о пунктах Конституции говорил, который нарушает человек, зная о том, что есть такой продукт и не используя его в своем транспортном средстве. Вот как раз-таки нашел я там информацию интересную, столкнулась мне именно по Конституции. Оказывается, люди, большое количество людей нарушают, нарушают Конституцию и как бы надо с этим завязывать. Завязывать. И поэтому, смотрите, нам очень важно дать как можно больше информации, положительной, насытить интернет этой информацией, своими отзывами по работе продукта. Это очень важно, потому что, когда будет происходить насыщение рынка информацией, положительной, то все большее и большее количество людей будет пользоваться этим продуктом, не загрязняя атмосферу в городах, экономия на топливе, защищая свои двигатели от некачественного топлива. То есть, все эти факторы. Но чтобы эти отзывы, вот эти отзывы, по сути, это отзыв клиента, чтобы эти отзывы были максимально внушающими доверие, вот те эксперименты, которые вы будете делать, их надо писать на видео, потому что видео это самый мощный инструмент, это самый мощный инструмент, который дает доверие, самый мощный инструмент. Что это значит? То есть, человек, глядя на видео, он видит визуально человека, он видит, где тот находится, он видит, что тот делает, и он видит, конкретно, какой человек получает результат. Это очень сильный инструмент. В плюс, для каждого из нас, для каждого из нас, тем для тех кто является партнером компании файда это это первичный материал в принципе для того чтобы начать свой канал на ю тубе то есть вы начали бизнес вы начали бизнес вы только его начали и вы как бы начали этот бизнес вы начали делать свой эксперимент вы это все фиксируете на видео выкладывайте последовательно эти видео на своем канале и это привлекает людей к вам да то есть которые начинают добавляться к вам бизнес за счет этого плюс когда вам кто-то скажет а ты сам пользуешься продуктом да я пользуюсь продуктом вот мой канал youtube посмотри там я провел эксперимент по его применению то есть можешь посмотреть убедиться это также убедительно будет для ваших друзей в том числе в том числе это будет убедительно и для ваших друзей поэтому давайте сейчас я буду давать конкретные рекомендации что конкретно надо делать первое первое вот вы узнали о этом бизнесе вы узнали об этом продукте вы хотите его попробовать вы его приобрели но вам нужно самое первое вот запишите первое заехать на станцию технического обслуживания автомобилей и сделать замер цива то есть сделать замер по циву и записать это на видео то есть как вот вы приехали нас вот вы заехали на станцию включаете камеру и пишите весь процесс абсолютно весь процесс плюс в конце вы берете кветочек о тех замерах которые были вам сделаны это первое самое видео которое вы должны сделать замер цива дальше если ваш автомобиль новый вы купили его там тысячи три четыре откатали то есть кстати вот вопрос когда можно начинать применять продукт но машина должна пройти обкатку она должна пройти обкатку то есть тысячи не раньше чем через три тысячи вот три тысячи машина прошла и с этого момента можно пользоваться продуктом но если ваш автомобиль уже прошел десять пятнадцать двадцать тридцать и более тысяч километров то поверьте топливную систему у вас никто не чистил вообще никто не чистил топливную систему поэтому я очень рекомендую вам вы поймите топливо некачественное вы уже 20000 откатали на этом некачественном топливе у вас уже в камере и во всем что везде внутри что с ней связано уже образовался нагар налет а мы знаем что это не присадка химическая мы знаем что этому продукту нужно образовать в камере каталитическую пленку то есть мы с вами просто логически размышляя понимаем что нужно убрать все посторонние факторы в камере которые могут помешать образованию каталитической пленки а вот этот как раз таки нагар он и мешает образовывать вот эту каталитическую пленку исходя из этого самый просто разумный будет подход после того как вы проехали сделали замерно вредные выбросы цио записали все это на видео обязательно пишите это на видео сейчас куча инструментов для того чтобы писать на видео телефон и в каждом есть функция включить запись видео фотоаппараты пишут видео если у вас нет ни телефона не фотоаппарата возьмите пожалуйста у друга запишите это на видео это видео чрезвычайно важно не только для вас для развить для успешного вашего развития бизнеса для запуска вашего бизнеса это видео вообще в целом для человечества важно ваш положительный видео отзыв он чрезвычайно важен для человечества потому что все большее количество людей будет пользоваться продуктом и все большее количество автомобилей перестанут загрязнять атмосферу мы сами гадим и сами тут же дышим и довольны сидим ну вы поймите что это не разум я не знаю это нелогично во всяком случае поэтому смотрите сделали замеры записали на видео и вот тут возникает вопрос машина прошла 10 тысяч тогда вопрос как почистить топливную систему в компании фай есть продукт он называется mpg max pro вот таким вот образом выглядит бутылка mpg max pro вот в этой бутылке 236 миллилитров 236 миллилитров запишите вот этот вот эту бутылку надо добавлять на полный бак если у вас 40 литровый бак полная бутылка вопрос когда ее добавлять давайте я буду сейчас говорить то есть смотрите последовательность действий первый шаг заехал сделал замер на всего второй шаг выехал на заправку перед трассой выехал на заправку перед трассой залил топлива по самое горлышко обнулил счетчик суточного пробега при себе надо иметь блокнотик с ручкой возьмите обязательно блокнот с ручкой сейчас правда зима конечно немножко не будет неудобно вот эти записи видео делать возьмите с собой друга чтобы он мог держать камеру и все это записывать оденьте перчатки чтобы у вас руки не обмораживайтесь потеплее оденьтесь потому что когда вы выскочите на легкие на улицу дубак то вы просто поймите сами что у вас кривой эксперимент получится вы нормально сказать ничего не сможете потому что у вас губы дрожать будут от мороза и вы и вы просто как бы ну тут момент такой что то есть подготовьтесь подготовьтесь основательно все вы приехали на заправку вы залили по горло топлива вы обнулили счетчик суточного пробега вы записали заправку на которой вы заправлялись дату заправки вы записали сколько у вас по факту сейчас пробег общий отчертили эту черту и поехали 50 километров проехали в одну сторону при одном режиме без рывков без ничего без продукта какого-либо это замер то есть это первая контрольная точка это ваш замер вашего расхода топлива проехали 50 километров в одну сторону проехали 50 километров в обратную сторону на этот же пистолет на эту же заправку подъехали открыли горловину бака открыли бутылку макс про влилили полностью этот продукт вставили пистолет и заправили точно так же по горлышко чтобы вы видели топлива если у вас на на компьютере да на этом на колонке будет показывать что у вас допустим залилась 7 литров 7 7 литров 300 миллилитров топлива до 7 и 3 литра то вы знаете что ваш расход 7 и 5 потому что в бутылке mpg max pro 236 миллилитров не забывайте про этот это же 1 5 литра то есть это тоже вот это тоже учитывайте все таким образом вы четко понимаете расход вашего автомобиля на 100 литров расход вашего автомобиля на 100 километров плавный режим по трассе включенный выключенный свет фар открыто закрыты окна там я не знаю включена выключена печка имейте это ввиду колеса не забудьте подкачать перед тем как в этот эксперимент будете делать итак я секунду сейчас поставлю паузу пойду налью себе воды а то час говорю и уже пересохла в горле прошу прощения продолжим итак вы сделали замер на вредные выбросы цио вы сделали замер и вы подкачали колеса вы сделали замер того сколько кушает ваш автомобиль на 100 литров на 100 километров при именно на трассе именно на трассе и вы добавили чистку топливной системы у вас полный баг в котором залит mpg max pro чистка топливной системы вы опять сделали запись то есть что опять заправил по полные добавил макс про дата такая-то такая-то заправка обязательно указывайте какая-то заправка потом где она находится улица улицу этой адрес этой заправки если вы можете ну или район какой то чтобы вы четко понимали где эта заправка находится это вы сейчас поймете почему это тоже важно для использования продукта отсекли да и поехали то есть смотрите опять обнулили естественно счетчик суточного пробега откатав и вы ездите на этом топливе вот на полной до на полном топливе от горла до того как вот загорелась лампочка вот она только загорелась вот только моргнула вот вы увидели что она начала гореть и все и вы сразу же едете на заправку с этого момента заезжаете на заправку то есть вы ездите от лампы от горла до лампочки заезжаете опять на заправку заливаете опять топливо по самое горло по самое горло и записываете что дату записываете записывайте сколько литров вошло в бак записывайте сколько километров вам показывает счетчик суточного пробега и в принципе вы видите уже какой-то расход плюс вы можете записать режим езды ведь вы знали знаете как вы ездили на протяжении вот этого бака то есть смешанный цикл или там только город или там только трасса то есть вы это все видите запишите для себя это для вас важно потому что держать в своей голове эту информацию физически просто невозможно и это очень важно записывать это для вас в первую очередь важно для партнеров потому что это ваш эксперимент и этот эксперимент будет подтверждать то что продукт работает этот эксперимент и визуальное то что вы увидите работоспособность продукта будет воодушевлять вас продвигать этот продукт на рынок все первый бак вы систему почистили вопрос дальше каким продуктом пользоваться ну скажу так вы можете начать пользоваться одним из трех продуктов до биокатализаторов если у вас например машины на газу допустим на газу кто-то скажет а как я на газу почищу топливную систему да ну так вы бак откатайте на бензине откатайте бак на бензине тут скажешь не ну это чуть чуть дороже чем я на газу заправлялся но ничего страшного вы же экономить будете потом немалые деньги вам важно видеть результат работы продукта почистите систему именно через бак топлива откатаны а потом на газу то есть если вы ж == Ездите на газу лучше конечно же использовать таблетки потому что как правило бак либо 50 литров либо 100 литров либо 40 литров и вот такая одна таблетка на 100 литров вот такая одна таблетка на 100 литров то есть вы откусили пол таблетки еще и пополам резанули вставили в переходник одели пистолет, задули вместе с газом эти таблетки, она раскрошится легко под давлением, все будет нормально ее задуют в баллон, она там растворится и будет давать эффект если же, например, у вас буст то буст тоже в баллон можно с газом запихнуть каким образом? есть два варианта, у вас есть переходник на который одевается переходник, на который одевается пистолет, условно его назовем заправляющие то есть, если переходник как-то под углом стоит, то можно заливать сверху буст, там 4 мл знаете, со шприца это или 5 мл, но это реально капли либо брать в сам пистолет, то есть, брать пистолет заливать в него и потом одевать этот пистолет и уже заправляться, то есть, тоже вариант вообще, по большому счету все очень просто, вы сами посмотрите как вам удобнее будет и заправляйте, то есть, по любому есть способ как засунуть этот продукт к вам туда в баллон это вам самому надо учитывая, какой у вас как у вас стоит переходник учитывая то, как вы одеваете этот пистолет, задуваете баллон исходя вот из этих моментов, вы сами подберете оптимальный вариант и удобный для себя как этот продукт туда засунуть следующий момент если у вас бензин или дизель и вот тут наступает очень серьезный вопрос я не знаю, огромная масса людей просто не слышит открытым текстом говорится какие дозировки надо использовать нет же, они берут бутылку читают на бутылке и делают так, как на бутылке не надо делать так, как на бутылке потому что на бутылках дозировка в 3,5 раза больше, чем дозировка которая нужна для того, чтобы продукт работал особенно в странах СНГ и в Европе дозировка в 3,5 раза больше а большая дозировка дает перерасход топлива вы это четко должны знать то есть, если ваш автомобиль потреблял 10 литров вы дали большую дозировку то автомобиль будет кушать 11 литров не стоит паниковать и говорить, что все, продукт не работает все пропало но ничего страшного в следующий бак, через какое-то количество баков я вам сейчас буду объяснять и в правильный эксперимент дальше продолжать то есть, через некоторое количество баков вы измените дозировку еще через некоторое количество баков вы измените дозировку для вас важны контрольные точки именно контрольные точки замеряющие показывающие вам реальную картину все остальное это промежуточное это предварительное и это не является важным для вас поэтому давайте начнем например, для бензиновых двигателей как использовать продукт допустим, MPG Boost для бензиновых двигателей продукт используется надо начинать с 1 мл плюс вы уже почистили одним баком топливную систему вы на полном баке от горла до лампочки проехали и вы замерили свой вы увидели в смешанном режиме сколько кушает у вас автомобиль естественно, вы увидите больший расход то есть, если вы сделаете замер по трассе то у вас расход, допустим, будет 7 литров вот недавно у меня у моей супруги подруга начинала пользоваться продуктом и она сделала замер по трассе расход показал 9 литров потом она залила чистку топливной системы и откатала от горла до лампочки в смешанном режиме по городу в основном и плюс прогревки и она говорит вот я сейчас подбила итог вижу, что, то есть, заехала на заправку опять залила по горло увидела, сколько литров влезло количество километров суточного пробега и высчитала о, расход стал 11 ну, тут вопрос, наверное, даже не в работе продукта скорее всего а в том, что по трассе 9 расход а в городе 11 с учетом прогревов и всего пробок и всего остального то есть, естественно вы увидите, первый вот этот расход он будет больше, чем тот, который вы видели по трассе это просто, ну это подтверждает правильность того что вы правильно сделали замеры что изначально вам их надо было сделать что вы не могли знать точный расход своего автомобиля то есть, за точный расход мы будем учитывать самый первый контрольный замер ваш 50 километров туда 50 обратно и вот это для вас будет важным это контрольный замер до применения продукта плюс вредные выбросы СО и так 1 миллилитр на 10 литров топлива вот это та дозировка с которой нужно начинать вот именно для буста 1 миллилитр на 10 литров топлива это первичная дозировка то есть, вы откатав бак с Max Pro увидев, как только загорелась лампочка вы заезжаете на заправку вы уже примерно знаете сколько у вас там литров в баке 40 войдет литров или 50 или 70 и вот исходя из этого со шприца вы вливаете 5 или 7 миллилитров буста в бак своего автомобиля я вижу многие ребята смотрю видео, ребята пишут и они, например, иголку одели проткнули вот эту предохранительную крышку вот эту вот наверху набрали там сколько нужно продукта а потом вместе с иголкой вставляют в бак и начинают выливать как бы этого не стоит делать этого не стоит делать иголочку лучше снимать иголочку лучше снимать потому что, ну сами понимаете что если она не слабо во-первых, отверстие, через которое выливается продукт в бак оно очень мизерное то есть вы дольше будете там стоять пальцами давить на морозы еще учитывая снимите иглу и влейте спокойно вот эти 27-25 миллилитров 4, смотря какой у вас бак то есть из расчета 1 миллилитр на 10 литров топлива и влив продукт вы потом только вставляете пистолет и заправляете опять по самое горло и для себя записываете что я влил 4 миллилитра продукта в баке у меня там в бак вошло столько-то, столько-то литров суточный пробег вот по факту я сейчас вижу столько-то, столько-то то есть вы уже будете понимать что ага, с Max Pro я бак откатал целый от горла до лампочки у меня был такой-то, такой-то расход столько-то километров вы можете высчитать расход уже исходя из этого дальше вы также отмечаете на какой заправке вы заправлялись опять сели в машину обнулили счетчик суточного пробега и поехали и вот смотрите тут важно вот это все вам надо писать на видео абсолютно каждый шаг нужно записывать на видео для своих партнеров я скажу так если вы ко мне обратитесь и скажете Тема, продукт не работает и вы мне не предоставите видеоотчет того как вы делали замеры как вы использовали продукт то я просто с вами по этому поводу даже беседовать не буду я даже просто беседовать не буду вопрос к вам будет один покажи видеоотчет то есть дай мне ссылки на свои ролики которые расположены на твоем канале youtube я посмотрю и потом мы с тобой подумаем как быть но по большому счету тут тоже важно понимать важно понимать что компания заявляет компания американская и на официальном сайте компании говорится что с продуктом надо откатать 150-250 литров топлива с продуктом минимум чтобы получить экономию гарантированно 7-14% американцы врать не будут если это не соответствует действительности то их засудят вы это должны также понимать если они это говорят значит оно так и есть но реалии жизни и реалии в СНГ особенно показывают 20% средняя экономия поэтому вопрос как нам этого достигнуть да идем дальше первый бак вы откатали 1 мл на 10 литров топлива бак откатали заехали опять на заправку ну лампочка загорелась вы заехали на заправку опять влили буста 1 мл на 10 литров топлива опять залили по горло опять записали сколько литров вы заправили посмотрели сколько по счетчику суточного пробега вы проехали на предыдущем баке который был заправлен и вот для вас важно следующее контрольный замер целый бак с MPG Max Pro и 3 бака при дозировке 1 мл на 10 литров топлива целых 3 бака 3 бака не важно какие они у вас 40 литровые 50 литровые 70 или 90 3 полных бака это очень важно и отсюда мы понимаем важный момент что оказывается то все это не быстро да происходит то есть если допустим вот мне у меня Nissan Primera 50 литровый бак то есть мне и мы с супругой расходуем у нас вот такой расход топлива 50 литров в неделю то есть мне чтобы этот эксперимент проделать нужно целый месяц а если вы откатываете вот этот бак за 2 недели то вам надо 2 месяца чтобы этот эксперимент проделать ничего страшного пусть это будет 2 месяца ничего страшного пусть если этот эксперимент у вас будет длиться 3 месяца или 4 самая главная чистота эксперимента это очень для вас важно это вам важно видеть результат и работу продукта не ждите с первого бака результата не ждите потому что есть люди которые получают результат с первого бака опять же опять же с учетом того что вы почистите топливную систему mpg max pro у вас машина может существенно улучшиться в плане ну представьте система почистилась допустим вот я говорил про подругу моей супруги которая на девятке на свое дело эксперимент она почистила она полтора месяца или два месяца ездила на подсосе то есть постоянно подсос вытаскивала потому что если он был задвинут то машина глохла так вот почистив mpg max pro систему она на следующий день позвонила говорит а у меня уже есть первые результаты я теперь без подсоса езжу то есть система прочистилась то есть вы можете вот когда вы делаете какие-то замеры например заправляясь на какой-то заправке вы уже можете рассказывать об ощущениях какие вы испытываете от применения продукта почему бы нет но это должно но так же надо это все подкреплять вашими цифрами фактическими то есть вашим чистым экспериментом без какой-либо предвзятости без всякого фанатизма конкретный эксперимент четкий и холодный расчет и ничего более ничего более потому что экономию нельзя почувствовать ее надо замерять это очень и очень важно понимать идем дальше извиняюсь идем дальше и так мы уловили да один миллилитр на 10 литров топлива для бензиновых двигателей это первичная дозировка не надо лить 2 миллилитра на 10 литров топлива не надо лить никаких двойных дозировок забудьте об этом забудьте начинаем с 1 миллилитра на 10 литров топлива если у машины пробег больше 10 тысяч предварительно почистить топливную систему не надо никаких двойных дозировок не надо читать дозировки на бутылке Потому что тут 3,5 мл на 10 л топлива надо добавлять У вас сразу же будет перерасход по топливу Не надо этого делать 1 мл на 10 л топлива Итак, идем дальше У вас это все записано, да? Замер Бак с... Замер Целый бак с чисткой топливной системы 3 бака 3 бака Откатанные при дозировке 1 мл на 10 л топлива И вот как только вы откатаете вот эти 3 бака При дозировке 1 мл на 10 л топлива Вот тут наступает момент истины Вы едете опять на ту заправку На которой вы делали замер первичный Заправляете по горло И... Проезжаете 50 км в одну сторону И 50 км в обратную сторону И заливаете Опять по горло топлива И вот только вот этот конкретный замер То есть первичный контрольный замер И контрольный замер После использования бака с Max Pro И 3 баков при 1 мл на 10 л топлива Вот этот замер для вас будет Важным показателем То есть все что было в промежутке В том числе вы можете видеть там экономию Это реально Это реально Вы можете это видеть Вы можете видеть экономию 15-20% Но для вас важны контрольные точки Идем дальше После того как вы увидели свой расход Даже если он будет чуть-чуть больше Чем он был раньше То есть если у вас был допустим расход 7 литров А стал 8 Нечего паниковать Ничего страшного Это говорит только о том Что вы применяете большое количество продукта И ни о чем более Просто большое количество продукта Следующие 3 бака полных Следующие полных 3 бака Вы откатываете при дозировке 0,9 мл на 10 л топлива Потом делаете опять контрольный замер Все это вы записываете На видео естественно Потом вы делаете 3 заправки При дозировке 0,8 мл на 10 л топлива Потом вы опять делаете контрольный замер Все это вы пишете на видео Это ваш видеоотчет. Потом вы делаете заправку 0,7 мл на 10 л топлива. Контрольный замер. 0,6 мл на 10 л топлива. 3 бака. Контрольный замер. 0,5 мл на 10 л топлива. То есть 1 мл на 20 л. 3 бака. Контрольный замер. И когда у вас будет вот такая картина, а вы поймите, что вам, чтобы вот эту картину для себя нарисовать, вам понадобится 3 месяца, может быть полгода, кому-то год. Ничего страшного. Самое главное, что у вас будет явная и четкая картина того, сколько вы расходуете топлива, при каких дозировках, какой у вас есть результат. И вот вы увидите для своего автомобиля идеальную дозировку. Потому что вот этот продукт не будет массово продаваться на заправках. Его массово не будут добавлять в цистерны на заправках в соотношении 1 мл на 10 л топлива по одной только причине. Для каждой машины нужно подобрать свою уникальную дозировку. Вот, например, у меня партнер есть в Днепропетровске. Николай Кушнерук. Он тоже пользуется продуктом. Вот уже у него Mitsubishi Pajero дизельное. Mitsubishi Pajero Sport дизельное. Для него идеальная дозировка 0,6 мл на 10 л топлива. 0,6 мл на 10 л топлива. То есть, смотрите, в чем еще выгода того, чтобы найти вот эту дозировку. Ну, если, например, для моей машины идеальная дозировка 1 мл на 10 л топлива для моей машины, то вот этой бутылки мне хватает, чтобы разбавить 2360 л топлива. При 20% экономии я экономлю в районе 500 л. В районе 500 л. 1 литр это 1 доллар. А бутылку я покупаю по 30 баксов. А в чем выгода для Коли? Он нашел свою дозировку при 0,6. И вот этой бутылки ему теперь хватает, чтобы разбавлять до 4000 л топлива. До 4000 л топлива. То есть, за те же самые 30 долларов он покупает продукта достаточного, чтобы разбавить 4000 л топлива. И у него экономия, так же, как у меня 23%, у него 20% экономия. Вот и посчитайте, да? 20% экономия. То есть, он с одной бутылки получает выгоды гораздо больше, чем получаю я. Но это особенность моего автомобиля. А у него особенность его автомобиля. А у вашего автомобиля будет своя особенность. Но также, если вы не найдете идеальную дозировку в диапазоне от 0,5 до 1 мл, потом еще, в принципе, даже ради эксперимента будет смысл точно так же продолжить. Три бака 1,1 мл на 10 л топлива контрольный замер. Три бака 1,2 мл на 10 л топлива контрольный замер. Просто посмотреть ради любопытства, как это срабатывает для вашей машины. И вот, когда вот это вы все проделаете, когда вы будете записывать, на каких заправках вы заправляетесь, тогда вы четко будете знать, где вам заправляться, на какой заправке. Потому что качество топлива на разных заправках разное. И вы будете четко знать дозировку для вашего автомобиля. Вашу уникальную дозировку, которая будет давать вам самый максимальный результат. Это может быть даже больше 30%. Есть такие у нас истории, и она не одна, что люди и 30, и 40%, и 50% даже, бывает, экономят. Поэтому есть смысл все-таки приложить небольшое усилие, заняться статистикой, собрать статистику именно по работе своего автомобиля, по заправкам, по всем этим моментам. Но все это записать на видео, потому что это ваш видеоотчет. Вы, по большому счету, можете просто, я не знаю, просто сделать канал и сказать, вот мой видеоотчет о том, как я делаю, как я начал пользоваться MPG Boost. И начать. Прошла неделя, выложил ролик с заправки. Прошла неделя, выложил ролик о результатах, сообщил. Прошла неделя, выложил ролик, сообщил о результатах. У кого-то результат будет с первого бака, у кого-то со второго, у кого-то с третьего, у кого-то с пятого, у кого-то с седьмого. Возвращаемся к моему партнеру, к Виктору Будниковой, который звонил чуть-чуть ранее. Вот смотрите, у него 4 машины в предприятии, да, у него 2 «Газели». «Газели» сразу же показали с первого же бака, вот он от Тюмени до Екатеринбурга ездил, 2 «Газели» сразу же показали экономию 25%, просто вот сразу же с первого же бака. БМВ «Сына» понадобилось доехать до Москвы, чтобы увидеть результат. То есть, ну, там была необходимость съездить, да, то есть расстояние большее гораздо. То есть, ему пришлось в районе 1000-2000 км проехать, чтобы реально подобрать дозировку, чтобы увидеть, какой расход, во всем этом разобраться. Опять же, тогда мы не сразу же включали, не сразу же в программу у нас была включена чистка топливной системы, то есть такие вот нюансы. А на своем «Ниссан Пайсфайндере» он получил результат только через 5000 после применения продукта. Вот сейчас имеется в виду экономический эффект, именно по экономии топлива. То есть, 5000 км он прошел, и вот только через 5000 км он подобрал свою индивидуальную, уникальную дозировку, которая дает ему 20%, даже не 20, по-моему, 17% экономии. Но, тем не менее, он теперь знает, что его автомобиль экономнее на 17%, и он пользуется этим продуктом. У него дизельная машина. И с чем обусловлено то, что он пользовался продуктом, ну, почему он так долго подбирал дозировку? Кстати, буст для дизельных машин начинается использоваться от 1,3 мл. 1,3 мл. Вторая заправка 1,2 мл. Третья заправка 1,1 мл. Четвертая заправка 1 мл. И пошли на понижение. То есть, если для бензина с мл на 10 л топлива, то для дизельного топлива 1,3 мл – это стартовая дозировка. Но чистку топливной системы делать в любом случае предварительно надо. И как раз вот чистку топливной системы Max Pro я распробовал только благодаря истории Вити Будникова. Вы можете в YouTube-канале в поиске написать «Виктор Будников», найдете его канал. Там он рассказывает именно свою историю по своему автомобилю, вообще по бизнесу, как, что там у него двигается. И более детально из его уст это послушать. Но если в двух словах, я вам могу сказать так. У него Nissan Pacefinder дизельный, 130 тысяч пробега. Двигатель, естественно, миллионник. Но при 130 тысячах пробега у него уже там что-то в головке произошли, какие-то неполадки. Она треснула или что-то там с ней случилось. И полтора года он уже ездил на машине. Там какой-то горшок у него, макрил. И я его вообще увидел на дороге. Он ехал передо мной, его машина ужасно дымила. Я ехал за ним, и реально было дышать невозможно. Но у него на заднем стекле была реклама его бизнеса. То есть ателье металлического тюнинга автомобилей. У него свой бизнес, да, традиционный. Семейный вместе с сыном они его развивали. Потому что они его сейчас уже продают, чтобы заниматься вот именно продвижением вот этого продукта на рынок. Чтобы только на 100% концентрироваться именно в компании FIFI. Так вот, я ему позвонил, говорю, проблема. Почему, говорю, да Миш, дышать невозможно. Он говорит, да, проблема. Он-то думал, я дизелист. Он говорит, оказывается, проблема в Тюмени с дизелистами. Я говорю, я не дизелист, но я думаю, что есть решение вашей проблемы. Дал ему ссылку, пригласил на тест-драйв. И он посмотрел его и залил чистку топливной системы себе в этот же вечер. После тест-драйва он подъехал ко мне. И на утро он свою машину не узнал. То есть она просто изменилась до неузнаваемости. За ночь пока она... То есть он подъехал ко мне, залил Max Pro, полный бак. У него он уже почти был полный. Он еще там литров 10 долил с канистры, с багажника. И доехал до дома, это километров там, я не знаю, 5. То есть машина какое-то время поработала. Что это значит? Это значит, что Max Pro попало в бак. Оно с топливом растворилось. И оно насытило... Вот это топливо с Max Pro насытило всю топливную систему. И в камере, да, там тоже, где нужно, попало. И потом он на ночь машину поставил. А утром вышел, он машину не узнал. Но тем не менее, хоть она и перестала дымить, хоть она уже даже стала по нормам проходить на ЦО. Для него это тоже было большое удивление. Но проблема-то не ушла. То есть физическая проблема, техническая, которая была с его автомобилем, она не была устранена. То есть Boost, Max Pro и вот эта линейка продукции, она не устраняет технические неисправности автомобиля, которые в нем уже есть. И вы это должны четко понимать. То есть продукт не может никоим образом повредить автомобиль, учитывая принцип его работы. То есть он создает просто условия, чтобы топливо в камере сгорало полностью. Все. Все. И учитывая количество добавляемого продукта. 1 мл на 10 л топлива. В связи с этим, если вдруг у вас произойдет так, что после начала применения продукта что-то с машиной будет происходить не то, это говорит о том, что надо просто поехать на станцию технического обслуживания, сделать диагностику, выявить проблему, которая проявилась в вашем автомобиле и ее устранить. Обычно люди делают так. Но, когда вы поедете на станцию СТО, не надо говорить, что вы пользуетесь добавками МПГ или какими-либо вообще добавками. Потому что, если вы только на станции СТО скажете, вот я тут добавил продукт, они даже разбираться не будут, они вам просто скажут, это из-за этого продукта. Поэтому вы ничего не говорите, вы приедете, скажите, сделайте диагностику, определите, какая у меня проблема и устраните ее. Они вам эту проблему устранят и проблема не будет в продукте. Они даже ничего вам не скажут, что это продукт какой-то вы тут заливаете. Понятно, да? Плюс вы должны четко понимать, что каталитическая пленка, она будет цвета таблеток, цвета таблеток, цвета буста, я не знаю. То есть, вы тоже должны это знать, потому что, ну, если пленка есть, то она есть и от этого никуда не деться. Идем дальше. Следующий продукт называется МПГ Крампс. МПГ Крампс. Вот такая туба. Ребят, используют ее в диапазоне от 500 литров до 1200. В зависимости, бензин, дизель и так далее. Ну, как подобрать вот эту тубу, я вот честно не знаю. Поэтому, чтобы подобрать дозировку именно на Крампсе, все-таки, наверное, есть смысл этот продукт, Крампс, разбавлять с топливом. Как лучше его разбавлять, какие дозировки лучше использовать и как, ну, чтобы удобнее было подобрать дозировку, да, как все это сделать удобнее. Значит, берем пол-литровую бутылку, ну, из-под минералки, из-под той же самой, пол-литровую бутылку. В эту пол-литровую бутылку топлива выливаем, неважно, бензин там будет у вас или дизель, соляра, да. Неважно, даже если у вас дизельный топливо, дизельная машина, да, даже если вы будете в бензине разбавлять, то дозировка настолько мала, что она, как бы, ничего плохого не будет абсолютно. То есть разбавляете вот эту тубу на пол-литра топлива, на пол-литра топлива. И для дизельной машины первая дозировка 7 мл на 10 л топлива. 7 мл на 10 л топлива для дизельной. И начинаете понижать. 7, 7,5, 7, 6,5, 6, 5,5, 5. То есть ловите в диапазоне от 7,5 до 5. От 7 до 5. Если, допустим, вы увидите, что лучшие, более лучшие результаты в диапазоне от 6,5 до 6, то вы уже там более тонкую доводку можете делать за счет 20-кубов. 20-кубовый шприц даст вам возможность более тонко подобрать вот эту дозировочку, потому что там 5 шагов будет еще. Подберете свою классную самую дозировку и будете получать свой классный результат. Если же у вас бензиновая машина, то начинать надо с 5 мл на 10 л топлива. То есть вот этой смеси. Туба Крамса на пол-литра топлива и 5 мл на 10 л топлива. Вот такая дозировка будет. 5, 4,5, 4, 3,5, 3. Потом определяете, в каком диапазоне наилучший результат. И уже в этом диапазоне делаете тонкую доводку, подбираете идеальную себе дозировку. Ну и вот эти таблетки, например, вы можете как использовать в бензин. Если у вас, вы точно должны понимать, если вы в бензин используете или в дизель, таблеткам надо время, чтобы раствориться. 3, 4, 5 часов. Но вы должны также понимать, что, почему я вам дал такой срок. 3 бака и менять дозировку. Дело в том, что, когда я начинал пользоваться продуктом, я откатал 10 баков, а потом решил посмотреть, а не эффект ли это плацебо, да, не заблуждаюсь ли я. Я перестал лить продукт. И, то есть, если я без продукта проезжал на баки 300 километров, а с продуктом 370, то есть там 23% экономия, проехал 10 баков с продуктом, и потом, и потом я перестал, короче, как бы пользоваться продуктом. Первый бак у меня остался эффект, я также проехал 370 километров, но я залил полный бак без продукта. То есть это говорит о том, что каталитическая пленка в камере сохранилась. Второй бак без продукта я также проехал 370 километров. Это говорит о том, что даже через 2 бака каталитическая пленка в камере сохранилась. Но на третий бак я проехал 330 километров. Это говорит о том, что каталитическая пленка начала убираться, и четвертый бак уже был без результата, то есть вернулся в исходную на 300 километров с бака. И поэтому есть смысл менять дозировку только раз в 3 бака. То есть 3 бака замер, 3 бака с продуктом с одной дозировкой замер, потом опять 3 бака с другой уже дозировкой, опять замер, 3 бака с третьей дозировкой замер, 3 бака с четвертой дозировкой замер. То есть это надо захотеть делать. Заставить вас это, конечно, я делать не смогу, но если вы реально хотите получить самые классные результаты по применению продукта на своем автомобиле, вы как владелец вашего автомобиля должны взять и начать экспериментировать. И желательно это записывать на видео, чтобы это было видео подтверждением того, что реально продукт работает. Ну или не работает. Или не работает. И если вы, еще один важный момент, если вы подобрали уже всякие разные дозировки, если вы уже подобрали всякие разные дозировки и вы не видите, что продукт работает, поменяйте заправку. Значит вам просто на этой заправке добавляют какую-то фигню, которая нейтрализует работу продукта. Просто поменяйте заправку. Потому что если на этой заправке какая-то присадка, добавленная туда, в это топливо, нейтрализует работу продукта, то есть, допустим, моющая какая-то присадка Она убирает вот эту каталитическую пленку И не дает эффект То поймите, что вы не получаете экономию И вот эта присадка моющая Она ничего вам не дает абсолютно С точки зрения защиты вашего двигателя С точки зрения того, что там что-то будет мыться Все это фигня Просто ерунда Вот продукт, который работает Который вас защитит от некачественного топлива Который сделает вашу машину экологически чистой Который сделает так, что вы будете экономить Достаточное количество топлива Достаточно для семейного бюджета А особенно для тех, кто профессионально сжигает топливо Это вообще актуально Очень актуально Идем еще один важный момент Хочу с этим затронуть Что Когда вы бросаете таблетку в бак вашего автомобиля Допустим у вас 50 литровый бак Вы берете пол таблетки и бросаете туда Вы должны Прежде чем туда бросать что-то Вы должны взять шланг И проверить Нет ли там в горловине Сеточки То есть сетка, которая может остановить попадание Попадание Таблетки В бак Очень важно это проверить Если эта сетка есть Тогда применять таблетки вам просто Ну нет смысла Пользуйтесь жидким Если же сетки этой нету Если у вас горловина чистая Туда все может спокойно попасть То вы перед заправкой выходите Берете спокойно эстетично пол таблетки Откусили, бросили в бак Кстати, при заказе таблеток через магазин Посмотрите, там есть такие коробочки Срезокон белые Я извиняюсь одну секунду Давите Хорошо, давай я сейчас видео допишу И подъеду к тебе в гости Давай Значит Но так же имейте ввиду Что бросая таблетку в бак В вашем баке может быть вода Каким она туда образом попадает Ну представьте Вы уже много-много-много раз Вставляли пистолет Вы заправляли бензин Но с бензином Какое-то количество воды Из цистерны, которая была на заправке Попадала к вам туда в бак Может быть эта вода вам попадала Я еще не знаю Каким-то либо другим способом Но суть в том, что бывает такое Что в баке есть вода В топливном баке есть вода Так вот, бензин, он легче воды Вода тяжелее И поэтому вода находится вся на дне И если вы будете бросать таблетку То она, попадая в топливо Через него будет опускаться на дно И будет попадать прямо в воду И находясь в воде Эта таблетка не будет работать И она не будет растворяться То есть вы, естественно, не увидите результат Поэтому при всех моментах Вы можете пользоваться любым продуктом Работают таблетки классно в том числе Но имейте в виду Есть подводные камни Которые вы должны знать Вы должны их знать Вы должны разобраться в этом во всем детально Подробно Тщательнейшим образом Без всякого фанатизма Без криков О, ура, там, сейчас там будет все работать Вы просто возьмите и получите свой результат Холодный расчет И ничего более Я просто вот хотя бы это от вас прошу А не просто там какие-то возгласы Вот продукт не работает У меня папа один бак залил Ничего не увидел И продукт не работает А еще некоторые, знаете, кому доверяют Посторонним Имеется в виду Дает человеку продукт Говорит, на, попробуй Тот этот продукт не попробовал Но чтобы не обидеть своего друга Говорит, я применил Результата никакого нету И этот человек стучит к своему спонсору В том числе бывает так, что и ко мне стучат мои партнеры Я всем, кому не даю Ни у кого результата нету Так ты просто бесплатно, дурак Раздал продукт За который ты бабло потратил Люди его просто-напросто Этот шприц с тобою данный С продуктом Забросили в долгий ящик У меня так Я поначалу такую ошибку делал Они его забросили в долгий ящик Они его не применили Но чтобы тебя не обидеть Они тебе сказали Продукт не работает А ты слушаешь, развешиваешь уши Поэтому с сегодняшнего дня Каждому из вас Рекомендую Не слушать людей Если они вам говорят Что продукт не работает Пока он вам не предоставит Видеоотчет Всех тех замеров Которые он сделал Кстати Вы можете делать контрольные замеры По вредным выбросам Даже начиная с первого бака Вот бак откатали с системой С чисткой топливной системы Сделали замер по расходу Но также заскочить Еще раз померить СО Откатали бак С бутылкой С этим С бустом Или с крампсом Допустим Или с таблетками Заедьте еще раз Делайте СО То есть Подтверждение того Что СО резко будет уменьшаться Это будет дополнительным подтверждением Того что продукт работает Это подтверждает то Что топливо Сгорает в вашей камере Внутреннего сгорания Точнее сгорает в камере Внутреннего сгорания Вашего автомобиля Полностью То есть снижение вредных выбросов СО По вашему автомобилю И вот только если вы так Основательно подойдете Ко всему этому вопросу То безусловно Безусловно Вы увидите результат Потому что продукт Реально работает Я сам лично Им пользуюсь полтора года И поверьте Вот сейчас Моя машина Стоит 10 тысяч долларов Я использую этот продукт И я не буду Заправляться без продукта Больше никогда И если даже через полгода Год я куплю себе автомобиль Новый за 100 тысяч долларов Или за миллион долларов То я в любом случае Буду пользоваться этим продуктом По ряду причин Во-первых Я хочу экономить И платить меньше за топливо Во-вторых Я хочу чтобы моя машина Не загрязняла атмосферу И это тоже очень важно Понимать Что вот я такой хороший Добропорядочный гражданин Да я не загрязняю Я взял на себя ответственность Третий важный момент Моя машина защищена От того поганого топлива Которое нам продают Ну разве это не прекрасно И четвертое Двигатель будет работать правильно Ну вы поймите логику Если в камеру сгорания Попадает топливо И сгорает оно на 80% А остальное не догорев Вылетает в трубу То двигатель работает неправильно Потому что 100% топливо Должно сгорать в этой камере Так вот продукт вот этот Сделает так Что оно будет сгорать полностью Ну и через некоторое время Когда вы точно будете уверены В том какой у вас расход Когда вы проведете эксперименты Когда вы это уже будете на 100% видеть Когда вы определитесь С дозировкой идеальной Для вашего автомобиля Тогда я вам рекомендую Вот еще вот такой продукт Он называется MPG Extra Это добавка в масло Она делает так Что трение внутри вашего двигателя Сокращается как минимум в 5 раз Она восстанавливает металл Это кондиционер металла То есть это Улучшит То есть это увеличит Моторесурс вашего двигателя В совокупности с использованием Буста То есть вот в моем автомобиле В масло залитое MPG Max Pro В двигателе Вот одна бутылка такая На 4 литра масла Но если 5 литров 5 литров влезает Значит на 5 литров То есть смысл какой Как бы 2 бутылки Нету никакого То есть одна бутылка На 4 литра масла То есть в совокупности В топливе у меня У меня Boost В топливной системе Или Max Pro Периодически очищу Даже используя Boost Я раз в 30 тысяч Примерно чищу топливную систему Все равно чищу Потому что я понимаю Что Как ни крути Может Понимаю что это надо делать Это мой автомобиль Я его люблю Я хочу за ним ухаживать И в двигателе у меня Залито MPG Extra Которое естественно Сокращает трение Увеличивает моторесурс Все это в совокупности И я вам скажу так За полтора года По топливной системе Я еще ни разу не ездил На станцию технического обслуживания То есть у меня все В этом плане отлично А колодки тормозные Менять в любом случае Придется Если они будут изнашиваться Никуда вы от этого не денетесь Если придет лето Вам придется зимнюю резину Поменять на летнюю И Boost вас от этого не спасет Если у вас Перегорит лампочка То это будет не по вине Boost Потому что Boost на это не влияет Потому что просто лампочка перегорела То есть стандартные все наборы процедур По обслуживанию и эксплуатации Вашего автомобиля Необходимо производить Просто это необходимо делать За машиной Надо следить Просто нужно А это дополнительно помогает нам Почувствовать кайф Кайф того как работает наша машина Кстати Когда в двигателе сгорает полностью топливо Вы еще один дополнительный Можете эксперимент сделать Перед заправкой продукта вообще Сейчас во многих гаджетах В телефонах есть шумомеры Вы можете возле двигателя В определенной области Найти самое шумное место Поставить скажем так Этот шумомер Там будет примерно 50 с чем-то децибел Такая шумность как правило У двигателя Дизельки наверное чуть-чуть пошумнее будут В общем сделать замеры Шумомером И потом через какое-то количество Баков допустим Откатав бутылку Max Pro Откатав 3 бака С бустом Сделав контрольный замер Вы можете опять сделать замер шумомером И увидеть насколько уменьшился шум Вашего двигателя Он просто будет работать ровнее То есть все топливо внутри камеры сгорает И оно позволяет поршню работать Так как ему положено То есть нету каких-то дополнительных Посторонних вибраций И придет время вы еще добавите масло Это еще улучшит работу двигателя Естественно снизить шумы Вибрации В салоне будет покомфортнее В общем только одни положительные Только одни положительные Я не знаю Впечатления у меня Вот за полтора года От использования этого продукта Ну а вас я прошу Оставлять свои комментарии Отзывы под этим видео Включайтесь в диалог Если я что-то упустил Вы можете в комментариях добавить это Если у вас есть ко мне какие-то Либо вопросы по бизнесу По продукту Еще какие-то нюансы В принципе вы можете их задавать В комментариях Ну и по мере возможности Я буду в видео формате Стараться вам Давать на них ответы С удовольствием Ну а на этом я с вами прощаюсь Один час сорок минут В приятной компании Провели Желаю вам всего доброго До свидания Пользуйтесь продуктом правильно И тогда Тогда у вас все будет хорошо До свидания